Добрый день, уважаемые слушатели. Я очень рад приветствовать всех на сегодняшнем вебинаре компании Embarcadero, который мы посвятили организации рабочего места и приемам работы с Linux. Тема достаточно новая и важная для многих из наших пользователей, поэтому именно на эту тему мне хотелось перед Новым годом пролить немножко больше света, чем обычно мы делаем это в ходе ознакомительных вебинаров. Организационно наша сегодняшняя встреча пройдет как обычно. Я делаю презентацию, я рассказываю контент того, о чем я хотел бы рассказать вам. Вы задаете вопросы в чате в любое время, а в конце я постараюсь на них ответить. Запись вебинара, скорее всего, будет помещена в выходные на наш YouTube-канал Embarcadero Russia, но в любом случае она будет доступна для того, чтобы вы просмотрели ее или посоветовали своим друзьям просмотреть этот материал. Извините, у меня есть сигнал, что нет звука. Есть ли звук? Подскажите, пожалуйста. Уже есть, отлично. Ну, значит, тогда продолжаем. Меня зовут Андрей Савцов, я сотрудник московского представительства компании Embarcadero, и мы сегодня затронем следующие темы. Ну, прежде всего, нужно будет сказать несколько слов о том, как вообще мы ориентируемся в будущем нашей разработке, в видении наших продуктов, будущих наших продуктов. Потом я расскажу немножко об истории и, собственно говоря, конечных вот сегодняшних наших точках внимания, на что мы будем обращать внимание в районе сегодня... Извините, в ходе сегодняшнего вебинара. А потом, собственно говоря, будем на практике смотреть, что нужно сделать для того, чтобы подготовиться к работе разработчика для Linux на Delphi, и посмотреть, какие есть дополнительные средства для того, чтобы проектировать консольные, серверные, то бишь, или приложения с хорошим, достаточно богатым графическим пользователем интерфейсом при помощи тех же самых компонент, которые входят в состав RAD-студии. Затронем немножко вопросы работы с VCL и библиотекой сторонних разработчиков. Ну, и если получится, если останется время, покажу еще один маленький прием, который был реализован нашими разработчиками, точнее, разработчиками библиотеки FMX Linux для того, чтобы получить доступ к приложениям Linux с помощью веба. Вот такие темы. Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что RAD-студия – это не просто универсальная IDE, это средство разработки кроссплатформных приложений на основе единого кода. Вот этот лозунг, может быть, этот девиз, который я все время повторяю, он является, на мой взгляд, сутью отличия наших продуктов от других. Мы позволяем разработчикам на Delphi или C++ в рамках единой среды разработки, которая весьма удобна и визуальна, то есть такая среда, которая позволяет проектировать ваше приложение интерфейса визуально с помощью компонент создать приложение для Windows, а потом просто простым переключением галочки, какая целевая платформа сборки у этого приложения, перенести это же самое приложение на самые различные платформы, которые мы поддерживаем. А поддерживаем мы их достаточно много. Если посчитать так, учитывая еще и разрядность, то это 14 платформ, а сейчас еще появился Android 64. Итак, это Windows, включая Windows 10 мобильный, это MacOS 32.64, это Android 32.64, и это Linux 64. И сегодня именно об Linux, который доступен пока на нашем инструменте, в нашей части RAD Studio Delphi, и планируется к выпуску в C++ в следующем году, вот сегодня мы будем говорить именно об этом. В качестве платформы мы поддерживаем самое различное количество разнообразных вариантов дистрибутивов Linux. Если объединять их под какими-то общими классификаторами, то это Debian версия и Slackware версия. Из них под Debian мы практически можем использовать любые варианты Ubuntu, то есть то, что сделано на Ubuntu, Ubuntu, Xubuntu, там в общем все что угодно. А Slackware тут используется значительно более широкий набор популярных дистрибутивов, скажем так, включая Red Hat, OpenSource, там еще что-то, но об этом немножко чуть позже. Немножко напомню историю наших взаимоотношений с платформой Linux. Еще в 99-м году компания Borland, тогда еще разработчик и владелец Delphi, выпустила Kylex, специальный продукт, который на самом деле являлся, в общем, отдельно совершенно продуктом, никак не связанным с тем, что делалось в Delphi, потому что это был просто параллельный продукт Delphi for Linux. IDE работал на самом Linux, 32-битный компилятор был, и самое главное, он использовал определенные компоненты, определенные библиотеки, на которые были заточены разработчики. Из недостатков Kylex сейчас наши разработчики, наши тратеги отмечают две вещи. Во-первых, она была очень сильно завязана на то, что было сделано в Windows, и второе, она, в общем, не очень пользовалась успехом, в том смысле, что не получила того распространения, на которое рассчитывали разработчики, когда делали определенные инвестиции в развитие этого продукта. Продукт был заморожен на долгие годы, но в планах такая поддержка все равно оставалась. В 2017 году компания Embarcadero Уже тогда владелец средств разработки компании Borland, которая перекупила эти средства и начала развивать их по собственному направлению, к этому времени они уже порядка 7 лет разрабатывались в компании Embarcadero. И вот компания Embarcadero решила, что нужно выпустить все-таки поддержку Linux именно как отдельной платформы в рамках единой концепции, единой стратегии развития продуктов. Таким образом, IDE, которая стала поддерживать Linux, остается на Windows, а сборка и размещение, перенос приложений остаются на Linux. И на Linux же также делается удаленная отладка. Ну и, в общем, вы можете потом переносить эти приложения, даже не имея в момент разработки соединения с компьютером, который работает под управлением Linux. Вот такая вот система. Это все обеспечивает специальные утилиты PAI Server, которые знакомы пользователям всех наших платформ, включая Windows. Ну и, соответственно, именно PAI Server обеспечивает связь средств разработки, компиляторов, линкеров с теми платформами, на которые потом идет дипломент готового приложения. Первоначально ориентировка на Linux была только на сервер-сайт, то есть это только бэкэнд-приложения, которые работают без графического интерфейса, консольные приложения, потому что ориентировались в основном на сервера Linux. С тех пор ситуация достаточно сильно поменялась, появилась большая такая тенденция на увеличение наличия десктопов линуксных во всех отраслях хозяйства по всему миру. И поэтому была уже тогда задумана поддержка графических интерфейсов, разработки программ, которые обеспечивают юзеровские интерфейсы в графическом режиме, так же, как это делается на всех остальных платформах. Уже в 2017 году один из разработчиков FireMonkey, который к тому времени стал самостоятельным разработчиком, выпустил дополнительный пакет-библиотеку FMX Linux. Понятно было, что именно автор FireMonkey, один из авторов FireMonkey мог быстро реализовать такой подход. Подход заключался в том, что он предложил немножко модифицированный вариант-компонент FireMonkey для того, чтобы с помощью чуть-чуть модифицированного рантайма, библиотек, которая находится на Windows, можно было подцепить Linux как в качестве платформы графической разработки для любых приложений, которые были написаны на FireMonkey. В 2019 году, еще где-то, я так думаю, летом, пошла речь о том, чтобы включить FMX Linux с поставкой готовой Delphi. То есть, как только вы получаете лицензию на Delphi, вы получаете право загрузить, установить и использовать эту библиотеку FMX Linux. В последнем релизе, который вышел совсем недавно, три недели назад, мы также применили новые для нас технологии, хотя очень широко распространенные в промышленности уже несколько последних лет, которые обеспечивают использование контейнерных технологий для виртуализации приложений, для размещения приложений на серверах и в облаках, ну и так далее и тому подобное. Об этом я тоже сегодня расскажу, потому что это касается технологии использования по АСЕР. Итак, когда мы говорим о разработке для Linux, то мы хотим обязательно, чтобы вы учитывали несколько пунктов, которые здесь отображены на слайде. сосредоточены на Linux 64-бит. Иногда спрашивают, а Linux 32-бит? Нет. Значит, тут есть еще один момент. Мы поддерживаем Linux на Intel-овском железе 64-бита. Хотя, на самом деле, мы все время задумываемся и, в общем, в планах есть реализация ARM-овского Linux, и там, может быть, как раз мы начнем с 32-битного режима, если это будет действительно самым популярным, самым нужным решением на тот момент. Официально, как сейчас мы говорим, поддерживаются последние LTS-релизы для Ubuntu и Red Hat. Но это не значит, что на остальных вариантах Linux работать ничего не будет. Об этом чуть-чуть позже подробнее, но я могу сказать, что уже очень многие люди используют наши вот средства разработки для разработки приложений на множестве дистрибутивов Linux, в том числе и отечественных. Что такое поддержка разработки для Linux в рамках Red Studio? Это не только набор компонентов FireMonkey или там каких-то других. Это, прежде всего, поддержка RTL, системных библиотек, которые нужны в Linux. Это поддержка систем ввода-вывода POSIX, который используется в Linux. Это доступ к файловой системе. Это использование средств работы с базами данных. Это интернет-средства, REST, работа с приложениями, которые обычно установлены в Linux, популярными такими, как Apache или какие-то другие сервера, приложений. Это возможность создавать плагины под нашу платформу быстрого развертывания веб-сервисов на RAD-сервере. Это работа с JSON, XML и так далее. Там подобное. Тут очень много чего, включая даже аппаратную поддержку. Как я уже говорил, вся основная RTL, которая доступна на всех платформах, доступна и здесь. И это позволяет вам, не задумываясь о том, как это реально реализовано в том или ином дистрибутиве Linux, работать так же, как вы работаете на любую другую платформу. Использовать те же самые компоненты, те же самые системные вызовы. Хотя, я должен сказать, что некоторые ограничения все-таки наблюдаются, но они наблюдаются именно в графических библиотеках. В отличие от Windows, здесь используется своя нативная библиотека для HTTP клиентов, которая принята в большинстве дистрибутивов Linux. Ну и, соответственно, обработка XML и JSON, использование каких-то наших внутренних или возле Дельфовых, то, что называется, инструментов, которые облегчают отладку на тестирование, оптимизацию наших продуктов на этих платформах, она здесь так же поддерживается. Сам компилятор Linux 64-битный и работает на Intel-платформу. В основе его лежит инфраструктура LLVM, то есть он модульный. Есть определенные правила, как работают со строками. Значит, 0-byte-stroke, strings выключены в данном смысле. Значит, нужен обязательно доступ к библиотекам разработчиков на самом Linux, то есть SDK нам нужен. SDK копируется на рабочую станцию, на вашу рабочую станцию, но это делается только один раз, и после этого уже не требуется наличие платформы Linux для компиляции сборки готовых бинарников, готовых модулей, для того, чтобы они выполнялись на другом компьютере с Linux. делается это все через PA-сервер, который применяется для загрузки SDK, загрузки приложений, удаленной отладки приложений и так далее, и так далее, и так далее. Если у вас PA-сервер по какой-то причине не загружен, или вы хотите перенести на не разработчику машину, а уже куда-то другое, вы можете это сделать прямо вручную, как вам это удобно, но только учитывайте, что при этом должны быть определенные права на выполнение у тех групп пользователей, которые будут использовать эти приложения, в том числе, если вы для отладки это делаете, то у ваших системных вызовов из Windows. Я уже говорил, что мы предоставляем возможность использования FireMonkey, в том числе и на Linux, совсем недавно, и считаем, что это будет полезно, то есть это предоставлено было потому, что мы считаем, что пользователи, которые будут использовать FMX Linux, получат преимущество таких отраслях, как образование, потому что многие школы, многие уже вузы пытаются сэкономить на лицензиях Windows, или наоборот готовят людей, которые предназначены для работы на тех предприятиях, где заранее известно, основная платформа является Linux, основанная на Linux. Это полезно тем людям, которые делают небольшие приложения для специализированных встроенных компьютеров с ограниченным интерфейсом, такие как киоски, торговые точки, может быть банкоматы, которые сейчас в большинстве случаев работают на Windows XP. Понятие более безопасной системы к Linux соответствует в лучшей степени, нежели к Windows или другим системам, то есть здесь можно ориентироваться на людей, которые работают в области систем с повышенной безопасностью, ну и конечно такие вещи как автоматизация производств, там тоже Linux подобные системы, но вот здесь мы как раз и планируем развить области на будущее, потому что большинство таких устройств все-таки ARM на серверах ARM работают, и тут нужно сориентироваться правильным образом, чтобы оптимизировать и наши усилия и выполнить большинство потребностей пользователей. Государственные стратегии в разных странах реализуются по-разному, но в очень многих уже странах стратегия перевода госучреждений на работу с открытым ПО, в частности Linux, она реализуется в течение нескольких последних лет. Ну и конечно приятно, когда вас как разработчика говорят, а вот если я перейду на новую систему, допустим там Astra, можно ли вашу систему будет запустить там? Теперь вы можете сказать да, это возможно и можно это сделать достаточно быстро. В таком случае вы можете получить проект рассчитан на долгое время с учетом будущей совместимости ваших проектов с будущими переходами на другие системы. Что такое FMX Linux, про который мы говорили несколько раз уже в течение этого нашего вебинара? Это дополнительная библиотека сторонних разработчиков компании CSDEV, главным разработчиком которой является Евгений Крюков. Эта библиотека устанавливается с помощью менеджера пакета от студии бесплатно для обладателей лицензий на Delphi, хотя там есть определенные условия дополнительные. Используется стандартный компилятор Delphi, который входит в состав независимо от того установили вы FMX Linux или нет. И в момент установки она просто эта библиотека добавляет свои модули в системные каталоги и вносит маленькие минимальные изменения в определенные модули, отвечающие за соединение FMX Linux со средой разработки. Подчеркиваю, что для того, чтобы разрабатывать графический интерфейс для среды Linux, для которой на самом деле X-сервера и графические десктопы значительно более разнообразны, нежели это в любой другой платформе, делается с помощью тех же самых компонентов FireMonkey, которые вы использовали бы для Windows, для MacOS, для iOS, Android. В общем, где вы их использовали, также можно точно использовать их и в разработке под Linux. Если у вас была связь базой данных, то ради бога, здесь вы ее используете точно так же с теми же самыми компонентами, которые были применены на Windows системе, если вы использовали наши стандартные компоненты. Потому что если, скажем, какой-нибудь DAC стороннего разработчика вы использовали, то еще надо посмотреть, будет ли он совместим. Скорее всего будет, но в общем проверяйте. FireDuck гарантированно тестируется на то, что будет совместим с FMX Linux, и вы можете работать с FireDuck на любой Linux системе, которую мы поддерживаем. Такие же инструменты разработки, LiveBinding, такие же, как стилизация, все это работает в Linux точно так же, как в других системах. Подробнее об этом все можно узнать по той ссылке, которая сейчас перед вами на экране. доступна в рамках нашей документации. Ну и последнее, что я хотел бы из общих таких вопросов рассказать. Некоторые пользователи говорят, да, для FMX Linux уже в Linux работают средства, а что быть, если у нас все наши приложения на VC. Ну, начнем с того, что есть такой вопрос, а будет ли развиваться VC. Будет. VC. обязательно будет развиваться вследствие того, что Windows развивается очень хорошими темпами. следовательно, если у вас уже есть готовые приложения, работающие под Windows, при возможном переносе этих приложений на Linux существуют средства быстрого переноса таких приложений без особых усилий. Иногда даже требуется просто перекомпиляция. Та же самая компания КСДев создали CrossVCL для работы с VCL на Linux и MacOS и если вам нужно перенос десктопных приложений на VCL, потому что мобильное приложение чаще всего сам способ работы с пользовательским интерфейсом немножко другой. Размер диктует такие отличия. Так вот, если у вас десктопные приложения, то вы вполне можете закупить у них лицензию на CrossVCL и использовать его для того, чтобы просто перекомпилировать VCL приложение под Linux. Почему именно FMX Linux был включен в состав RadStudio, а CrossVCL нет? Опять-таки вот это парадигма кроссплатформенности, универсальности, которая имеет изначально был задуман так фреймворк FireMonkey, она отсутствует в VCL. И поэтому именно если вы хотите делать универсальные приложения, которые годятся для любой платформы, то надо использовать FireMonkey, расширить FireMonkey для Linux, пожалуйста, используйте FMX Linux, который есть здесь. А CrossVCL как дополнительная возможность, как дополнительное средство, всегда в вашем распоряжении. Вы можете его отдельно приобрести и использовать для переноса миграции приложений на десктопные Linux или MacOS системы. Кроме того, тут еще полезная такая утиль это есть, которая делает перевод ваших VCL приложений FireMonkey в полуавтоматическом режиме, она работает на уровне исходных текстов программ, поэтому ее следует все-таки контролировать, но она выполняет львиную долю работы, которую вы уже можете потом оттачивать, отшлифовать для того, чтобы перевести и мигрировать ваше веселье приложение на FireMonkey, если вам это будет полезно. и последнее, что я хотел бы подчеркнуть, меня, честно говоря, когда я впервые увидел эти данные, этот слайд поразил. Оказывается, по всему миру люди, которые работали с нашими продуктами, а таких очень много по всему миру, и зря говорят, что эта технология умерла, потому что видели бы вы количество активных энтузиастов, разработчиков, которые получают огромную прибыль по всему миру, особенно, скажем, такие страны взять, как Бразилия или Германия, вот они уже попробовали работать со всеми нашими средствами поддержки Linux на более чем 134 успешно протестированных вариантов Linux. Здесь перечислена только часть из них, и этот список все время пополняется. Есть специальный наш список, который пользователи, после как они выполнили определенные действия, вносят. Да, получилось, все хорошо. Единственное, что, конечно, каждый из дистрибутивов требует, может быть, свои собственные настройки. Это я проходил на собственном опыте, когда готовил контейнеры для докера на разных системах, и там, конечно, в зависимости того, какую библиотеку, базовую библиотеку вы выбираете, там требуется доставлять различные пакеты. Сегодня мы будем говорить о подготовке среды работы для дополнительного инсталирования дополнительных пакетов Linux по стандартным вариантам. Как раз к этому вопросу мы сейчас и перейдем. Как поставить FMX Linux? Это очень просто. Заходите в GetIt. GetIt доступен сейчас на любом дистрибутиве Рад Студии. Выбираете там в поиске FMX Linux, нажимаете кнопку Install, и получаете не только сам FMX Linux, но и примеры, написанные разработчиками, для того, чтобы показать, как надо работать в достаточно сложных ситуациях для реализации той или иной потребности графического интерфейса. Частично эти примеры, я надеюсь, сегодня удастся показать. Хотел бы подчеркнуть один маленький момент, который находится на этом слайде слева. И так не очень сильно выделен, всего лишь только три восклицательных знака, но вот это достаточно сильный фактор, который может повлиять на наличие FMX Linux в вашем Рад Студии или Делфи. Это обязательно наличие активной подписки на обновление. Если у вас этой подписки нет, то вы не сможете получить FMX Linux. Для тех, кто купил новую лицензию, первый год подписки всегда входит автоматически, а вот для тех, кто находится на старой версии, ну допустим 10.3.1 и подписка закончилась, то вы вряд ли сможете получить сейчас FMX Linux, не продлев подписки. Что нужно для того, чтобы работать с Linux в Рад Студии? Значит, прежде всего нам нужно хотя бы разок запустить компьютер или виртуальную машину, на которой установлена наша целевая версия, целевой вариант Linux. Я буду показывать на Ubuntu, потому что у меня все мои установки, они именно с Ubuntu связаны. В прошлом году я работал с 16-м Ubuntu, в этом году мы подготовили стенд, работающий на 18-м. В принципе, можно делать и какую-то другую вещь, но вот у вас сейчас здесь будет показан на 18-м Linux. Для того, чтобы после того, как вы устанавливаете на виртуалку или еще куда-то саму Ubuntu, из дистрибутива, который вы можете скачать по указанной ссылке здесь, выбрать любую, которая вам потребуется, вам необходимо прежде всего обновить репозиторий, который содержится в дистрибутиве, потому что дистрибутив мог быть выпущен относительно давно, и внутренний репозиторий ссылки на разные внешние продукты, пакеты надо обновить. Это строчка, которая находится чуть ниже этого заголовка. Потом вам требуется обязательно установить дополнительные пакеты, без которых разработка будет невозможно. Здесь их не так много. В документации и в прошлом году мы говорили о том, что надо установить еще несколько пакетов, но в данном случае мы ограничиваемся вот таким набором, который будет минимально необходимым для того, чтобы начать разработку на Linux. Ну и если вы не хотите особо занимать место старыми версиями, старыми пакетами, то рекомендуется сделать команды для очистки ваших дисков от уже устаревших элементов пакетов, которые были установлены раньше. Затем на этот Linux необходимо установить PA-сервер, который, собственно говоря, будет единственной связующей нитью вашего компьютера, как разработчика, с той стендовой машиной, на которой вы установили Linux. Как это сделать, написано вот здесь, по этой ссылке в документации. Я рекомендую эту ссылку запомнить. Слайды будут доступны, конечно, но запомните эту ссылку, потому что там всегда находится свежий ссылка на то место, откуда можно скачать самый свежий, подходящий для вашей версии, для вашего релиза от студии PA-сервер, дистрибутив PA-сервер. Достаточно такой не очень приятный момент, что каждый релиз обновляет PA-сервер. Это связано с тем, что PA-сервер все-таки системная такая утилита, которая обеспечивает связь со всеми возможностями отладчика и систем компиляции, а они от версии к версии меняются, и даже, скажем, от когда мы делали бета-тестирование, в рамках бета-тестирования эти версии все время росли, и работать надо как? Вот если у вас есть определенный релиз RAD-студии, работать именно нужно с той версией, которая соответствует этому релизу RAD-студии. Иначе вы получите сообщение, что, извините, PA-сервер не годится, поставьте тот, который нужно. Слава богу, версию указывают конкретный релиз, который нужно сделать. Вот здесь в этой документации всегда будет я предпочитаю работать через команду VGET, когда ставлю PA-сервер на Linux системы. И связано это с тем, что в этом случае я не должен заботиться о разных общих фолдерах, монтировать эти общие фолдеры в файловую систему Linux, раздавать права на доступ к этому делу. Здесь это не требуется. Вы просто скачиваете свою домашнюю директорию в свой домашний каталог этот дистрибутив, раскрываете его. сейчас, собственно говоря, мы попробуем это все и сделать. Значит, для того, чтобы использовать в проект FireMonkey для платформы Linux после установки FMX Linux, некоторые наши пользователи лезут сразу вот сюда, в Target Platforms и удивляются, а тут нет такого Linux, как ее добавить? Я уже говорил, что для того, чтобы платформа Linux была добавлена для FireMonkey приложений, необходимо немножко воспользоваться средствами связи FireMonkey с IDE. Они заложены вот в меню, выпадающее меню, извините, я сейчас верну слайд. На проекте нажимаете правую кнопку мыши и выбираете добавить Linux Platform. Тогда она появляется здесь, в списке доступных платформ для сборки. Без этого добавления, это оно делается один раз для проекта, у вас такой платформы не будет. Немаловажным моментом это убедиться, что у вас есть нормально настроенный connection для работы с Linux. Это особенно важно тогда, когда вы скачиваете SDK. В принципе, если вы сами руками переносите приложение, это уже становится необязательным, но в общем желательно, потому что библиотечки, системные модули и всякие другие юниты, они настроены уже на конкретные SDK, берутся именно из этой библиотеки. Кроме того, если вы работаете с другим дистрибутивом Linux, то вам потребуется, конечно же, новый SDK, который вы должны будете загрузить в... Сейчас я покажу. Вот здесь в SDK менеджере вы должны будете организовать коннекцию к тому компьютеру, на котором содержится этот установлен дистрибутив и выполнить обязательно вот такие действия для того, чтобы скачать соответствующий SDK. Вы можете подправить набор файлов, каталогов, которые будут включаться в этот SDK. Допустим, вам нужны какие-то юниты, модули, точнее, объектные модули из других системных библиотек Linux. Вы можете здесь их добавить, но не забывайте после этого сделать update local file cache. То есть именно вот этот update обеспечит перенос необходимых модулей по списку, которые вы здесь модифицировали в кэш этого SDK, который находится на этом компьютере. Коннекция делается достаточно просто. Вы говорите, что мне нужно добавить коннекцию. Появляется вот такая формочка, в которой вы указываете имя этой коннекции, потому что здесь их может быть много. Тип операционной системы, в которой будет работать эта коннекция, адрес или имя той машины, с которой будет соединение и на которой работает PA-Server, порт соединения, ну и пароль, если вы используете защищенный доступ к этой коннекции. Обязательно нажмите кнопочку тест, потому что без этого будет сложно понять, что не работает, то ли связь PA-Server, то ли ваша программа. Ну вот собственно говоря идут те формы, про которые я говорил. Сначала указываете имя SDK, потом операционку и дальше уже те параметры, которые были нужны. Импорт SDK, если вот здесь у вас требуется SDK, вот здесь обязательно требуется SDK, если его нет, то вы здесь можете его добавить. Добавление импорта в кэш файлов SDK с компьютера может идти достаточно долго, в зависимости от вашей сети, в зависимости от версии Linux, в зависимости от скорости записи на ваш диск. Минут пять вполне допустимо, но это делается один раз, и если вам потребуется обновить этот SDK, ну скажем вышла еще одна версия операционной системы Linux, или вы добавили какие-то модули, которые должны находиться в кэше, не стесняйтесь нажимать E-to-all для замены уже имеющихся модулей, это сэкономит вам место на диске. Последнее, что я хотел бы подчеркнуть вот в такой вводной части в установку и настройку, что мы сейчас готовы предоставлять вам уже готовые контейнеры для развертывания некоторых вещей в рамках Linux. Вообще, докер-технологии, если кто знает, изначально появилась в системах Linux, предназначена для развертывания виртуальных машин и диплоймента приложений на удаленные сервера. Достаточно простая, гибкая и оптимальная технология, хотя существует и альтернатива ей, безусловно. конечно же, сложные системы, сложные виртуалки, которые сложены из, может быть, десятков слоев контейнеров, которые используют та или иная рабочая среда, нуждаются в оркестровке, но есть такие соответствующие средства оркестровки, но чтобы было откуда взять уже готовые подготовленные контейнеры, у нас есть подготовленные сервиса докер, извините, контейнеры докер, я сейчас попробую вам показать, так, сейчас, у меня заранее было открыто, да, конечно, я же правильно вышел, вот, у нас есть доступный для всех репозиторий на докхабе, вы можете сюда зайти и скачать, выбрать нужную вам версию того или иного пакета, который вы хотите установить, в данном случае я буду работать только с одним по серверам, он содержит в себе только единственный по сервер, из недостатков этого контейнера, могу сказать, что он несколько велик по размеру, но я думаю, что наши разработчики поработают, оптимизируют этот размер, поэтому он может быть не так быстро выкачиваться каждый раз как нужно, настраивается он очень легко, докер файл очень простой и развертывается он также очень весьма простым образом, если вы зайдете сюда, здесь будет описание, как его использовать, и в частности вот эта команда запуска вполне может быть использована, я сегодня например ее так и использую, однако, однако, обратите внимание, что здесь нет никакого монтажа файловой системы контейнера и вашей среды, то есть этот годится для того, чтобы запускать консольные приложения, а если вам нужно еще куда-то записывать модули, которые необходимы для работы вашего приложения, измените команду запуска для того, чтобы смонтировать конкретный каталог на вашем компьютере на файловую систему контейнера докера. Ну что ж, давайте попробуем посмотреть, как это работает. У меня здесь запущена виртуальная машина, вот она запущена виртуальная машина, и две недели назад на своем слайде я как раз показывал, как она работает для докер систем. Запускаем терминал, и просто хотел вам показать, что здесь у нас в наличии не запущен ни одним контейнер. Но если мы посмотрим на наличие контейнеров вообще, в принципе, на этой машине, который находится в локальном репозитории, то здесь у нас на самом деле несколько контейнеров, поскольку все сделано на основе контейнера Ubuntu, он находится в самом низу, а потом два PA-сервера. Разница между ними обратите в таге находится, один был сделан для предыдущего релиза, точнее предыдущего билда версии 10.3.3, а второй имеет таг latest. То есть, если вы будете пользоваться контейнерами, у вас почти наверняка всегда будет использоваться актуальный RAD-сервер, который вам нужен для вашей системы. И если вы, допустим, перейдете на более старую версию RAD-студии для того, чтобы разрабатывать приложение в ней, то POS-сервер можно будет выбрать по этому тегу, полностью соответствующий вашей версии рабочих системы. Ну, и давайте мы сейчас здесь запустим по той команде, которую я скопировал наш соответствующий POS-сервер. Давайте я просто наберу. Я боюсь, что это при копировании что-то случилось. Docker run, интерактивный режим, минус E, environment переменная порт, порт, который необходим для работы по серверу, это стандартный порт, и порт доступа к этому POS-серверу 8082 на 8082. А, ну конечно, извините. Я могу так долго указывать. Я просто не указал сам контейнер, который нам нужен. Правильно? Вот же правильная команда с RADStudio POS-сервером. Конечно же. Ну вот мы его запустили. Он запустился. Можно посмотреть, какие адреса он работает. И если я теперь перейду в приложение, которое разработаю на RADStudio, вот у меня сейчас разработческая RADStudio, ну я не знаю, допустим, давайте какой-нибудь проект просто откроем. Не важно какой, я просто сейчас попробую. вот такой проект. И если мы здесь посмотрим, сюда можно добавить Linux платформы. Она появилась здесь, Linux 64. И вот теперь обязательно, обязательно надо проверить коннекцию. У меня уже есть какие-то определенные вещи. Сейчас мы работаем с вот этим сервером, насколько я понимаю. Давайте проверим ее и коннекцию. Она как раз получилась. А вот если я укажу здесь неправильный пароль, ну там я, допустим, добавлю еще лишнюю единичку, то он скажет, что нет, коннекция не прошла, извините, вот поправьте пароль. Так что вот таким образом можно обязательно проверить, как работает та или иная система. В основном конечно мы здесь предпочитаем использовать этот встроенный па-сервер для работы с рад-сервером или для разработки консольных серверных приложений. Поэтому я из него сейчас выйду и покажу еще один вариант, как можно запускать приложение для отладки на Ubuntu системе. Заметили наверное, что моя операционная система, хотя может быть и нет, это Windows 10. Я пока значит Windows 10, который причем достаточно последней версии, которая позволяет еще работать с так называемой VSL Windows Linux. И здесь я развернул по правилам, которые описаны на сайте Microsoft. Развернул VSL вариант Ubuntu, то есть некую виртуалку внутри самой Windows. И можно пользоваться как раз этой самой средой. То есть вот смотрите, если там мы использовали виртуальную машину, которая работает на VirtualBox, она тащит за собой кучу еще всяких системных вызов ядро операционной системы, то здесь мы прямо в рамках самой Windows 10 можем развернуть ту же самую Ubuntu, которая всегда будет находиться с вами, не запуская виртуальной машины, ядра виртуальной машины, виртулбоксы, там VMware или еще как-то что-то другое. Один единственный вопрос, для консоли это все хорошо, а что делать, если у меня приложение гуевое, то что называется с графическим интерфейсом. И вот тут нам поможет опять-таки установка на Windows X-сервера, который позволит вам работать с этой средой. Ну вот допустим, я установил у себя сервер X-Launch, значит, я его запустил у себя Windows, вот он запущен и работает в фоне. То есть он как сервис у меня запущен, работает в фоне. Обратите внимание, при запуске Ubuntu в ESL монтируется мой домашний каталог в файловой системе Windows. То есть я могу например здесь командой Linux посмотреть, а что же у меня на самом деле в моем каталоге Documents. Тут достаточно много, потому что и системные области показаны, и какие-то файлы системные и так далее и тому подобное. Что нам нужно для того, чтобы подготовить работу в ESL для того, чтобы разрабатывать приложение под Linux? Ну, прежде всего нам нужно Ubuntu, которая здесь была установлена, расширить теми пакетами, которые были указаны на слайде я вам показывал раньше. Потом нам нужно установить соответствующий PA-сервер. Давайте мы это сделаем. Но прежде всего нужно перейти в домашний каталог, потому что я предпочитаю ставить такие вещи в моем домашнем каталоге. Здесь есть уже каталог PA-сервер, но давайте мы его удалим. чтобы было чисто. Теперь установка самой установка самого PA-сервера она заключается в том, что выполняется скачивание этого продукта по указанному адресу с сервера Embarcadero и Ну вот у нас появился соответствующий архив. Дальше мы раскрываем этот архив. Я копирую команды, чтобы не тратить время на набор текста, который возможно пройдет с ошибками. Вот мы его раскрыли. Появился каталог PA-сервер 20.0 Но я не люблю, когда у меня накапливаются файлы, которые мне больше не нужны, поэтому я сначала так, извините, удалю этот файл, а потом переименую соответствующий каталог для скорости набора потом в дальнейшем в PA-сервер. Вот этот файл PA-сервер просто нам нужен для запуска. Давайте мы его как раз и запустим. да, вот такой удобный способ набора. Пароль мы здесь делать не будем. И давайте мы теперь перейдем в ту же самую Delphi, которая была. Неважно какой проект, давайте выберем другую коннекцию. У нас уже другая операционная система, другая виртуалка. Проверим, как эта коннекция работает. Вот у нас VSL Local, Linux 64, Local Host, порт тот, который был. Давайте проверим, насколько он работает. То есть PA-сервер вполне годится, вполне можно так делать. Почему я в VSL не делаю технологии Docker? Ну просто потому, что сейчас Linux подсистема не поддерживает Docker, так как поддерживает просто обычный Windows 10. Какие есть варианты? Можно организовать Windows Docker Windows установить дополнительный такой вот продукт. Он доступен, бесплатен. Однако тогда это закроет нам возможность использовать VirtualBox и другие машины. Поэтому для меня этот не вариант. Но можно запустить еще и другой Linux, которым запустить поддержку Docker и с ним работать через Docker контейнера. Это будет удаленный сервер, на котором работают контейнера, а вызов этих контейнеров будет работать VSL. Такой вариант я проверял, но в данном случае мне он не кажется очень удобным, поэтому давайте мы просто продолжим работу с этой средой. Для того, чтобы показать, как это можно сделать, давайте мы сделаем консольное приложение Delphi. Добавим сюда добавим соответствующую соответствующую платформу. Обратите внимание, для консольных приложений делается немножко по-другому, добавляется так, как положено, так, как было раньше, через добавление платформ сюда. Почему? Это же не FMX приложение, здесь это обычное, и тут именно эта платформа работает. Выбираем коннекцию, которая должна быть использована для данной платформы, VSL LOCAL, она по-прежнему работает, и давайте мы сразу запустим это приложение на выполнение. Видите, команда появилась здесь, в этом консольном окне, вполне может отработать так, как ей нужно, этой команде. закончилось выполнение этой программы, сервер по-прежнему работает, мы его можем использовать. Времени остается не так много, я могу запустить сейчас остальные примеры, но хотелось бы показать их в большем объеме, поэтому раз я запустил X-сервер, надо показать, как это работает, давайте я вернусь к этому делу. Мы откроем еще раз приложение, которое было перед этим. Это стандартный пример Controls Demo. Вы наверняка видели этот пример, я просто хочу его собрать под соответствующую платформу. Проверяем, что здесь у нас стоит правильная коннекция. Я все-таки считаю, что надо проверять каждый раз, как вы открываете новый проект. Это все-таки так, более-менее нормально. Гарантирует, что вы потом не запутаетесь. И сразу запустим его на выполнение. Заметьте, у меня окошко VSL, оно чистая консоль. Идет деплоймент под Linux. Он закончился, пошло выполнение. И вот у меня этот самый пример появился здесь. Вот он, видите, в графическом виде на Windows системе Linux приложение стартует с помощью запущенного X-сервера. Достаточно удобная вещь для того, чтобы отлаживаться прямо в этой среде. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть, что надо полностью выполнять все требования FMX Linux и RAD Studio до установки соответствующих пакетов, которые нужны были в этой операционной среде. Я этого не сделал, поэтому здесь какие-то хитрые GTK-шные вещи здесь мне показать не удастся. Так, давайте мы закончим работу с VSL. и вернемся к нашему обычному Ubuntu, который был запущен здесь. Значит, здесь нам нужно запустить нормальный PA-сервер. Ну, вот он у меня стоит по этому адресу, поэтому я его сразу запущу. Так, то же самое приложение, абсолютно то же самое, я ничего не буду перегружать, запущу в другом коннекте. Вот у нас коннект, это Linux PA-сервер WB, тест коннекции. Отлично, все работает. И давайте мы его сразу же туда пускаем. так, что у нас такое произошло. Так, вот видите, почему надо проверять коннекцию, здесь какая-то другая система была, сейчас проверим. Извините. Да, у нас по-прежнему использовался предыдущий коннект, вот надо было выбрать этот и сохранить. Почему он у меня не сохранился, это уже, наверное, проблема моей мышки. вот приложение было передано на Linux и было здесь запущено. и здесь вот все настроено правильно, работает так, как положено. Есть дополнительные какие-то действия, которые вы можете здесь выполнять. Нажимать кнопки, то есть это полностью все возможности стандартные для FMX Linux, вообще, извините, для FMX, которые просто работают под именно под Linux Ubuntu, который был запущен на моей виртуальной машине. Если бы я доставил соответствующие модули VSL, наверное, он точно так же бы работал и там, но там, к сожалению, вот эти самые графические возможности типа 3D переворота, работа с какими-то хитрыми GFX командами, которые присущи FireMonkey, они там без доустановки этих модулей не получатся сегодня, за что прошу прощения. Это стандартный пример Controls Demo, находящийся в каталоге FireMonkey, он поставляется вместе со всеми системами. Вы можете повторить мои действия и проверить, как это все работает на вашей машине. Теперь попробуем еще, вот у меня осталось там несколько минут, я попробую вам открыть еще один проект. у меня целая группа проектов, которые хотел сегодня показать. Это собственно говоря примеры того, как работает FMX Linux на генеральский эффект. генеральский эффект. Ну хорошо, ладно, давайте мы попробуем сделать это все по отдельности. Закроем, перезапустим среду на всякий случай. Прошу прощения за эти вещи, еще вчера и сегодня с утра работало все прекрасно, но ничего страшно. Видимо, я перестарался в сохранении настроек. еще раз запустили. Помните, я показывал, где находятся примеры для FMX Linux. Паблик, документ, самбаркадер, студия, каталог, репозиторий FMX Linux 1.64. здесь у нас есть собственно сам FMX, а примеры находятся в вашем домашнем каталоге, в документах Embarcadero Studio FMX Linux. Вот оттуда мы сейчас его откроем. Документы, FMX Linux, экзамплы и так далее. Значит, в данном случае я хотел бы другой немножко открыть, но один удастся сегодня по времени показать, хотя вы можете попробовать любой из них. Есть такой вот пример. Что ж ты перепрыгиваешь? Он очень простой. Есть кнопка, которая говорит снять снимок экрана текущей операционной среды, десктопа. Здесь есть определенные вызовы, которые делаются в рамках этого проекта. Здесь видно, что этот проект предназначен только для работы под Linux, потому что вот эти вещи не специфически под Linux. Если на Windows это должно делаться как-то по-другому, да, действительно это так, но это вызов системных функций, связанных уже с ядром Linux. Так, давайте мы посмотрим, как у нас настроена коннекция. Linux PIE сервер работает. И, значит, соответственно запускаем. идёт deployment. И вроде всё работает, вроде всё получилось. Приложение FireMonkey создано под виндами, работает в Linux, как будто это Linux приложение с вызовом его собственных Linux функций. Примеров там достаточно много, порядка 10, вы видели в этом каталоге, вы можете их все проверить. Единственное, перед там GTK, Windows и некоторыми другими требуется выполнить определённые доустановки, которые предназначены для того, чтобы иметь возможность выполнять те или иные системные вызовы, которые связаны с этим приложением. Так, вот именно эту группу, которую я загружал, она была каким-то образом неправильно сохранена, поэтому вы можете это сделать своими руками, они все работают прекрасно, это я проверял без всяких проблем. Один единственный пример, который мне не удалось сегодня показать, но очень хотелось бы, это то, что Евгений по собственной инициативе добавил в FMX Linux. Он позволяет сделать такую интересную штуку, что если вы напишите FMX Linux приложение и запустите его через Broadway, сервер Broadway, то есть специальный вот такой сервер веб-трансляции, который заложен, возможность такая заложена сама в GTK+, уже там имеется такая, то почему бы потом не вызвать на любой другой машине это приложение для работы в браузере. То есть он транслирует просто это приложение через через CGI BIN. Вот через такой CGI BIN, через этот протокол он транслирует это приложение в браузер и соответствующим образом вы можете работать с ним просто из хрома, из интернет-эксплорера, из чего-то другого, несмотря на то, что сам компьютер линуксовский, на котором запущено это приложение находится, может быть там на другом конце города. Все работает, действительно нормально и работает. Если вас это особо интересует, как это сделать, вот тут у самого Евгения Крюкова есть специальное описание, и это действительно почитайте его, настройте этот пример, и он действительно легко работает. Единственное, нужно будет доустановить определенные пакеты, которые требуются для выполнения этого примера. В завершении нашего сегодняшнего рассказа о возможностях поддерживаемых библиотек, поддерживаемых средств для работы с линуксом в рамках Радстудии, хотел бы сказать, а что делать, если вы использовали, скажем, какие-то другие пакеты, другие наборы библиотек, компонент, которыми вы привыкли, которые в ваши приложения работают. Любое из них будет работать или нет? К сожалению, нет. Любое из них работать не будет, в зависимости от того, насколько они были сделаны кросс-платформы независимы. Некоторые из этих библиотек, которые перечислены здесь, точнее все, они были специально оттестированы на то, чтобы прекрасно работать с FMX Linux. Набор таких библиотек расширяется. На данный момент я не могу сказать, что этот список исчерпывающий, но здесь достаточно яркие представители того, кто может работать под управлением FMX Linux. Это наши традиционные партнеры TMS, это наши традиционные партнеры Steam, это наш традиционный партнер World to Wall, ну и другие тоже могут работать. Ну а сейчас я готов отвечать на ваши вопросы, поскольку все, о чем хотел рассказать, здесь уже было изложено. по-настоящему. Спасибо за субтитры